всем привет привет ну что вернулась я уже из украины сегодня второй день как я дома у меня сейчас еще неделя отпуска я буду дома поэтому вот у меня скажем так бытовые будни приехала в магазин закупилась буду сегодня борщ готовить вот поэтому вот такие бытовые будни начались до мотание где-то туда-сюда по делам уборка готовка и все в этом плане все меня понимают женщины в общем что погостила у родителей отдохнула так хорошо покушала всяких разных вкусняшек но я вам немножко снимала вот но если честно немножко вообще не хотелось ходить вот это везде с камерой ну то есть телефон лежал в доме тоже я не ходила везде с телефонов вот поэтому и немножко от ютуба отвыкла поэтому хочу немножко втянуться опять как хотя и каждый раз немножко немножко хотя каждый раз вам обещаю и что буду больше снимать и все никак потому что какие-то постоянно это работа то быстро быстро дома надо на это все равно нужно время на съемку видео все равно нужно время они по-быстрому как у меня это все происходит на обработку видео надо время а если честно меня этого времени вообще не хватает или если оно есть то хочется отдохнуть а все-таки редактирование видео вот это все это скажем так не такой уж и отдых да поэтому в это надо втягиваться поэтому многие пишут спрашивают и на где ты что снимай видео по-моему мне багажник открыт мигает лампочка вот где ты что снимай видео видео давай побольше видео да у меня вот нету столько времени как было раньше да скажем так то есть раньше если я была дома с детьми занималась детьми домом только да я не работала и мне надо было вот скажем такая еще отдушина хобби я это нашла в ютубе в съемке видео да вот и а сейчас плюс у меня как бы можно свои две работы где-то и по фильтрам и еще основная работа до плюс дом еще больше уже не квартира а дом да и все равно как бы и собака уже вот поэтому на это естественно надо больше времени вот но все равно с ютуба полностью я уходить пока не хочу может быть я бы уже и не снимала столько ну как бы все равно видео уже до серый канал уже много лет скажем тогда и просто мне жалко терять людей и я вижу как бы сколько я людей приобретаю знакомых единомышленников с кем мы общаемся в личке и все-таки youtube не очень многое дал в общем начать хотела начать видео с одного получилось совсем перешла на совсем другое если честно за за вот это вообще не планировала разговаривать да вот но все равно спасибо большое кто всегда ждет спрашивает моим верным подписчикам давним да кто кого интересует что мы как мы кто общается с нами это очень приятно это это очень дорого вот это единственное мне кажется с на данный момент вот это зацепка скажем так и вот эта причина по которой я не хочу уходить до с ютуба и потому что мне это скажем очень дорого вот это обратная вот это ваша отдача и общение с вами вот говорю я очень много приобрели приобрела в свою жизнь хороших людей благодаря youtube вот жарко 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 о чем хотела поговорить я рассказывала уже тоже на на инстаграме в инстаграме рассказывала о том что надо было нам для поездки в украину и обратно когда я сейчас возвращалась из украины в германию говорю вот лично за наш опыт то как было у нас да в принципе у всех все по-разному вот а есть такой сайт я давайте сделаю ссылочку в описании внизу да ну и сейчас скажу название есть такой сайт где вся стоит информация что вам надо из поездки из любой страны в украину из украины в любую поездку любил то есть в любые страны да то есть там вся официальная информация что вам надо потому что я этот сайт также давала и говорила в инстаграме об этом но все равно люди в личку спрашивают и переспрашивают и поэтому я всегда даю на этот сайт ссылку да потому что все равно где-то что-то может изо дня в день меняться и поэтому отслеживайте в общем а сайт называется визит украины тудей можете просто задать и визит украины и там или украин как там и сразу выйдет тоже может выйти это сайт найти его да я по нему ориентировалась я нашла в инстаграме фейсбуке кто-то из девочек давал на него вот ссылку и я именно поэтому вот сайту смотрела что мне нужно какие документы значит так смотрите у меня гражданство украинское у моих девочек немецкое гражданство мне так как гражданке украины для въезда в украину не нужно было ничего не тест сдавать не страховка вот потому что сейчас для въезда вообще да для иностранцев украина спрашивает тест вы должны быть в общем или вакцинированы два раза уже дату из полностью предоставить ваш паспорт с вакцинами или pcr тест или вот этот быстрый экспресс антиген тест в общем я так как гражданка украины для граждан украина для въезда ничего не требует ваш паспорт там и все да то есть мне ничего не надо было для девочек так как они являются гражданами украины германии гражданами германии миле тест не нужен был вот на сайте тоже стоит до 12 лет детям от с не нужен с 12 лет гражданам другой страны да вот не украины тест нужен или вот прививки или pcr тест или вот этот экспресс антиген тест быстрый да но это не тот тест быстрый экспресс который мы делаем дома да вот этот а это когда вы идете в аптеку или вот эти стоят такие палатки да вам всякие для тестирования в общем есть центре эти да вы туда идете и сдаете этот тест он должен быть сделан до отлета как это называется в общем за 72 часа до вашего отлета то есть не старше 72 часов вот так вот в общем миле тест не нужен машин нужен был мы пошли сдали этот тест получили на мл я получила ответ и я его показывала прямо на телефоне да то есть я не распечатывала ничего что еще нужно страховка нужно медицинс как вы должны быть застрахованы опять же я нет девочки да страховая компания которая должна быть зарегистрирована в украине это должна быть украинская страховая компания заключила я эту страховку прямо на сайте вот там где я смотрела информацию вот это визит ukraine today там прям есть что можно эту страховку заключить и я ее сделала прямо на сайте вот так же у меня пришло все на мл и было вот в этом скажем электронном виде да я ничего не распечатывала кто-то может распечатать то есть это ваше дело распечатывать или нет что еще все в принципе да все это у нас было мы приехали в аэропорт спрашивали прямо на регистрации где вы сдаете багаж они увидели что мне имели не нужно спросили насчет маша спросили тест я показала на телефоне они все перепроверили посмотрели спросили насчет страховки есть страховка или нету я сказала да страховка есть но у нас ее проверять не стали они как бы поверили на слово на все в принципе потом мы когда проходили дальше все контроли да там паспортный контроль посадка на самолет никто ничего у нас не спрашивали не тест не страховку ничего потом когда мы прилетели в украину также там проходишь паспортный контроль и уже дальше идешь за багажом до нас тоже никто ничего кроме паспортов не спрашивал то есть не тесты не страховку ничего но опять же это наш опыт это так было у нас я общалась со своей подписчицы которые тоже летели в украину они говорят их на каждом контроле проверяли и тесты и страховки и все проверяли у кого-то было на телефоне у кого-то распечатанном виде это все как говорят очень тщательно проверяли у нас немножко другое другой опыт а вот так вот потом когда я летела обратно так как я являюсь гражданкой украины но не гражданки германии вообще для въезда в германию нужен тест до отрицательный опять же не прививки или тесты опять же это вы все можете на сайте увидите да пожалуйста не ленитесь я даю ссылку на этот сайт заходите потому что потом а я вот рассказываю информацию люди одно и то же спрашивают одно и то же спрашивают я не могу каждому отвечать вот прямо в таком развернутом виде плюс у каждого свой случай да потому что спрашивают ой и на а я у меня такое гражданство у детей такое а детям столько-то лет а что надо пожалуйста смотрите именно в достоверных источниках да всю информацию узнавайте там потому что говорю каждого свой случай в общем я когда летела обратно в украину я прям в аэропорту сдавала тест а не подождите я еще забыла сказать что мы делали тест машине пцр мы делали вот этот быстрый антиген тест он германии бесплатный вот пцр тест платный 50 80 евро смотря у кого где у какого врача я решила зачем не переплачивать если подходит этот тест вот так же украине я делала не пцр тест я был обычный вот этот экспресс-тест делала вот заплатила по моему 680 гривен прям в аэропорту я онлайн зарегистрировалась подошла показала свой код потом у меня взяли в общем с носа вот этот бузок да и все через 15 минут мне пришла смс к на с результатом теста да я потом подошла сюда прям же к стойке и они мне дали в распечатанном виде все то есть и с этим тестом я влетела германию проверяли тест на регистрации опять же и проверяли тест как по прилету в германию когда перед вот паспортным контролем сначала стояла два полица я они у всех проверяли проверяли тест сравнивали с данными паспорта вот и сравнивали с данными тест паспорта и потом мы дальше шли на паспортный контроль вот так вот было все да то есть германия это все тоже проверялась на паспортном контроле я положил этот тест дала паспорт у меня только паспорт проверили тест не смотрели ну потому что перед этим полиция проверяла да вот поэтому вот так вот наше хрипло вот такой вот наш опыт вот так что надеюсь мое это видео будет кому-то полезно да вот а я поехала домой покажу сейчас что купила но это будет в другом видео все всем пока пока пока